В студии Владимир Емельянов. Алексей Пичугин, здравствуйте. Мы приветствуем наших сегодняшних гостей. Это актриса театра и кино Эльвира Болгова. Здравствуйте, Эльвира, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, все. И композитор, и основатель, и дирижер Первого симфонического оркестра Сергей Желудков. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы заявлена как музыка-кино. Но если вы слушаете нас, то вы знаете, что у нас эти темы, они просто не обозначаются. А говорим мы вообще обо всем на свете. А говорим мы совсем о другом. А говорим мы совсем о другом. Ну, для отчетности надо тему заявить, а так у нас просто разговор по душам. Ну, насколько нам известно, ваше знакомство связано с искусством кино. И хотелось бы первым вопросом спросить, в каких именно проектах вы принимали совместное участие. Это полнометражные фильмы, это сериал или это что-то другое? Кстати, Сергей, я вспомнила, где мы однажды с вами пересекались по работе, был такой дипломный фильм студента режиссерской мастерской в ГИКа, Алексея Вакулова, да, назывался «Ребенок». Вот, кстати, я там играла маму, а Сергей написал потрясающую музыку, потрясающую просто. И вот так вот с тех пор вы просто дружите. Да. И больше пока вы нигде не пересекались никаким образом. Мы на Новом Годе пересекались у нас дома. Вообще, вот что касается музыки в кинематографе, тут такая история, потому что, ну, как бы так, если очень условно и примитивно делить, есть кино такое разговорное, которое переполнено, вернее, так скажем, наполнено, порой переполнено диалогами, ну, просто речевое, да. Есть кино вот визуальное, где киноряд и киноязык, собственно, непосредственно кино, и которое очень добавляет музыку, и которое просто помогает восприятию этого кинофильма. И можно назвать огромное количество кинокомпозиторов, хотя и, наверное, многие композиторы, которые не кинокомпозиторы, пишут к музыке кино. Давайте наших отечественных вспомним для начала, да, это и Алексей Рыбников, волшебный Эдуард Артемьев совершенно с каким-то, каким-то космическим видением. А вот насколько можно испортить кинокартину музыкой? Потому что сегодня это повсеместно. Что? Сегодня это повсеместно происходит. То есть, на мой взгляд, я вижу, что сейчас происходит постоянная порча кинокартины музыкой. Вот кроме этих фамилий, которые вы назвали, Рыбникова, Артемьева, я бы еще сказал, Овчинников. Овчинников, Дашкевич, Петров, список огромных. Школа, на которой мы выгребаем, можно так сказать, и еще какое-то время будем, дай бог вам здоровья, слушать их божественную музыку. А что будет дальше, уже неизвестность. Давайте тогда вскрывать суть проблемы. А портить? Почему портить? Вот, может быть, для меня, как человека, вот именно потребителя, который приходит в кинотеатр, смотрит фильмы, в меньшей степени обращает внимание на музыку, хотя, с другой стороны, я так думаю про себя, что и не в меньшей, что и обращаю я внимание и слушаю. Часто нравится. Может быть, у меня что-то со вкусом? Не исключено, потому что много плохих примеров разрушают наши критерии внутренние, так что отчасти, может быть, и поэтому. Потому что мы привыкли уже к звучанию, такому убогому звучанию одного электронного инструмента, который делает вид, что он целый оркестр. Но я не могу, например, к этому привыкнуть. Это я не к тому, что я эталон вкуса. Но, скажем, что касается этого аспекта, вот я до сих пор ещё не привыкла, до сих пор мне ещё ухо режет. И, конечно, мне бы хотелось слышать звучание музыки живой, потому что это смотрится бедненько, когда в сериалах это ещё может быть оправдано, когда на 9 мая показывали там большой фильм, многомиллионный. И там была такая электронная музыка. Ну, я не говорю, что это везде. Это ведь печально. Вот Эльвира сейчас затронул на самом деле такую тему, которая вот зерно всей этой проблемы. Мы сейчас имеем не киномузыку, а мы сейчас имеем сопровождение. Кинозвуки. Кинозвуки, да. То есть это нельзя назвать ни композицией. Вот вы там возьмите любую музыку в последнее время и напойте её, попробуйте её напеть, да, у вас не получится, вы просто не знаете, что это за музыка. Это сопровождение, это фон, шумовые эффекты. Музыка, это немножко подразумевает уже какие-то большие мысли и отдельное существование. Раньше даже по киномузыке были отдельные сюиты, как, например, у Прокофьева, да, Александр Невский, поручик Кежея. Поэтому сейчас это просто шумовые эффекты, это саундтреки. А, кстати, я подумал, в отечественных фильмах ведь зачастую вообще нет музыки, написанной для этого фильма. Режиссёр, бывает, ограничивается только какими-нибудь композициями, которые и без этого фильма все знают. Нет. Помните фильм «Брат», когда выходил, да, там были только друзья Балабанова, потом «Брат 2», там то же самое. А специфической какой-то музыки, написанной специально для фильма, не было. Ну, мы не имеем в виду сейчас популярную музыку, которую используют в качестве подложки кино. Да, ну это как пример, один из примеров. Да, можно наиграть там «Дому вся» и тоже подложить. Ну, смотрите, охотно пользуют и классические произведения, просто берут, вставляют фильм, как бы, там, сейчас я, ну, сейчас долго вспоминать, да, вот, да, да, сейчас это долго вспоминать всех этих авторов и фамилий, ну, просто, да, и это узнаваемо. И оно вроде как к месту, то есть тут режиссёр сам посидел, подумал, где-то там, может быть, дома послушал. Нет, ну, знаете, это же легче, это просто легче, да, взять. Что такое киномузыка? Это содружество, это проживание вместе с режиссёром, композитора, идеи фильма. То есть это нужно пребывать в одной мысли, как Артемьев Старковским, либо с Михалковым, да, и вот они мыслят в одинаковом направлении, они смотрят в одну сторону, и они делают шедевр. А сейчас, ну, нету времени, ну, зачем заморачиваться, никто не поймёт, ну, и так сойдёт. Вот Микаэл Теревердиев очень жёстко подходил вообще вот к сотрудничеству с режиссёром, и они вот там, что касается «17 мгновений весны», они с Лиозного и бились просто там чуть ли не... Ну, я не хочу сказать за каждую ноту, но это была серьёзная работа, которая заканчивалась иногда конфликтом просто. И там, ну, понятно, да, что, а, творческие люди, б, действительно, и у Лиозного, и у Теревердиева непростые характеры, это действительно так, но... У Лиозного там, насколько я знаю, билась не только с Теревердиевым, она билась, в принципе, за музыку... Она, в принципе, билась. ...со всеми. Сначала с Магомаевым, потом Магомаева отставили, потом с Кобзоном. Ну, да. Только так может родиться что-то настоящее. Ну, в итоге, да. А иначе, вот как вы, Владимир, сказали правильно, ключевое слово, вроде, вроде подходит. Получается так. А вот вы как раз говорите, Эльвира, что вот эта синтезированная музыка, а всё-таки вам, как участнице съёмочного процесса, хотелось бы и слышать живую музыку. Ну, вот я сейчас подумал, ага, значит, это нужно арендовать хорошую студию. Их немного. Стало быть, это стоит дорого. Нужно арендовать, опять же, пригласить хороших музыкантов. Хорошие музыканты тоже стоят дорого. Нужны хорошие инструменты. Это тоже стоит дорого. Да, Владимир, именно так мне и отвечают продюсеры на мой вопрос. Почему бы нам не записать для нашего прекрасного сериала, ну, как бы, живые инструменты? Мне так и отвечают. Да, это дорого, Эльвира. Ну, вот знаете, я тут случилось самое такое происшествие. Я закончила режиссёрские курсы, сняла тут уже немножечко таких несколько фильмов. Точнее говоря, два игровых. И вот первый я снимала вообще на свои деньги, и там у меня была живая музыка. Так что я уже имею опыт сотрудничества с композитором, с музыкантами. И, знаете, вот мой достаток, мои деньги, вложенные в фильм, мне кажется, они несопоставимы с деньгами, которые выделяются с каналов, там, или, ну, как бы, ну, для профессионального, так скажем, кино. И для меня это не было просто заоблачной тратой. Просто это нужно захотеть. Сергей, вот вы сказали о зерне проблема, давайте попробуем ещё глубже вскрыть. А в чём причина-то? Почему раньше писалась музыка? Сейчас всё упирается в деньги, да, и что вот продюсеры имеют такой козырь, что это дорого. Ничего подобного. Нет, я не думаю, я предполагаю просто. Дело-то не в финансах, дело в идее. Хорошее не может родиться сразу, понимаете, это должен быть огромный процесс. Сейчас уже наша жизнь настолько ускорена, что уже просто некогда отвлекаться там, чтобы было хорошо. Сейчас идёт уже в основном такая жвачка, мы пичкаем этим зрителей, да, и, ну, что говорить, как-то эти композиторы на это переходят. Ему же тоже, знаете, там не для недовеликих образов, до оркестровки каких-то. Ну, сделал быстрее, поскорее, но он всё равно ничего не понимает. Это же проблема, скорее всего, то есть не скорее всего, а проблема не композитора. У нас много хороших композиторов. Я думаю, да. И прекрасных, которые работают за рубежом, чудесно, они востребованы. Но у нас проблема, собственно, в тех людях, которые делают кино. Ну, говорили о том, что, в общем-то, конечно, в нашем современном кинопроизводстве всё довольно дорого в плане музыки, инструменты и работа композитора. И многие наши замечательные композиторы уезжают работать за рубеж. В таком случае, может быть, лучше и не снимать вовсе, чем снимать с такой музыкой, о которой мы говорили вначале. О том, что, в общем, ничего хорошего нет. Что вот такая у нас укрепляется индустрия шоу-бизнеса. Индустрия, шоу-бизнес, кино как шоу-бизнес укрепляется, конечно. Как же не снимать-то? Сколько людей зарабатывают деньги? Ну, а зачем тогда? Вот если мы говорим о фильмах, которые прошли в кино... Вот, честно, признайтесь, вы же тоже, наверное, прекрасно понимаете, о чём я говорю, что большинство из фильмов, которые сейчас идут в кинотеатрах, они проходят, и мы о них через несколько месяцев уже даже не вспоминаем. Ну, действительно, шоу-бизнес. На концерт сходили, сходили вот на такой фильм, который даже, 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 наверное, и в интернете про него через пару лет что-то будет сложно найти, кроме как на кинопоиске. А если мы всё-таки, наверное, говорим о более серьёзных работах, которые остаются, которые потом хочется пересматривать, если их портит только музыка, ну, тогда это большой вопрос. Ну, портит подход, который вот развёлся в настоящее время, работать быстро. Мы все научились работать быстро и привыкли работать, ну, вот как бы в этом уровне, который позволяет вообще нам вот это вот ограниченное время. Мы всё время существуем в этом цейтноте, и поэтому, естественно, мы не можем сделать это лучше, чем это возможно в сжатые сроки. И... А кто сжимает эти сроки, я никак не могу понять. Ведь вся команда заинтересована сделать достойное зрелище, хорошее кино. Зачем себя ограничивать какими-то рамками? Или, ну, как бы, если это изнутри команды, да, если это вот такой темп взят, или со стороны продюсеров? Я тоже не могу этого понять. Ну, вспомните, Владимир, что у нас после перестройки творилось, да, как-то это всё-таки сложилось за 25 лет, эта ситуация, она как-то сформировалась, уплотнилась. И сейчас уже так работают все, быстро, быстро, параллельно на нескольких проектах. И, в общем-то, людям, которые хотят сделать что-то в искусстве, приходится прорываться, да, и затрачивать свои ресурсы исключительно энтузиазмом. И тратить время в первую очередь. Без времени ничего не получится. Ну, мне кажется, всегда это было, и в советское время, кстати, тоже параллельная работа на фильмах, однако существовали режиссёры, которые категорически запрещали сниматься где-то параллельно. Либо ты снимаешься у меня, и ты целиком и полностью погружаешься в материал, либо ты идёшь вот сниматься туда, где ты снимаешься параллельно, и сюда больше ты не приходишь. Ну, сейчас таких режиссёров по пальцам пересчитать можно. А если молодой 25-летний режиссёр начнёт так гнуть пальцы... Будет послан. Да, он больше ничего не снимет никогда. В известном направлении. Ну, люди, которые настаивают на своём, они добиваются. И, в общем-то, мы их знаем. Правда? Ну, да. А вот ещё хотелось спросить, а как вообще происходит, наверное, вопрос к Сергею, вот эти вот разговоры с режиссёром, вот с чего всё начинается? То есть он приходит к вам, да, и говорит, Сергей, вот, значит, есть такая идея, будем снимать вот этот фильм. Я сейчас пришлю, вот, что мы там хотим видеть, и он мне посылает нарезку, что они хотят увидеть. Как правило, это оркестр BBC, либо Chicago Symphony записаны, вот, это супермузыка, там, вы понимаете, да? Он говорит, я вот такую хочу музыку. То есть я прошу прощения, что перебиваю. И получается так, что вы, я сейчас не вас конкретно веду, да, а вы как композитор, как кинокомпозитор. То есть вы, эта уже работа, получается, она получается постфактум. То есть они уже сняли всё, что хотели снять, они вам какие-то нарезки скинули, там, условно говоря, да, на вашу почту. И там скинули ещё какие-то звуковые файлы. Вот и говорят, что, старик, надо сделать так, так и так и так. То есть это не на уровне вообще обсуждения перед тем, как снимать ленту? Почему вы говорите, обсуждали ещё 25 лет назад, как Илья рассказала. Сейчас уже ничего не обсуждают. Сейчас уже время не позволяет обсуждать. Вот вам сроки, дедлайн такой-то, и давайте мне делать. Да, да, вот я хочу Chicago Symphony себе. Ну, а как ты ему объяснишь, что Chicago Symphony, понимаете, это 100 лет культуры высокой, музыканты, даже не деньги. Это просто культура, которая культивировалась годами. Ну, вот он такое хочет, вот он увидел это. Правильно, но потом, скорее всего, пойдёт подземный переход у консерватории, приведёт оттуда ребят, которые играют. Неплохо играют, ну, не Chicago Symphony, понятно. Они ему сыграют, он скажет, что он мне говорил, вот нормально же, исполнили всё. Да нет, ну, ему просто принесут запись на синтезаторе, на каком-нибудь хорошем. Он не отличит просто две записи, понимаете, там, что это Chicago. Вопрос тогда, стоит ли заморачиваться. Вам как профессиональный, это вопрос, понятно, такой. Но стоит ли заморачиваться, потому что, если... Зачем платить больше, если нет разницы для потребителя? Нет, ну, если потребитель сам не голосует за это, то, конечно, зачем платить больше, если вы придёте, посмотрите этот фильм. Касса есть, есть касса, но о чём мне ещё надо? Я всё сделал для того, чтобы, это думает так режиссёр, да, чтобы люди пришли, но не получили. Но кто будет возмущаться? Никто не будет возмущаться. Скажет, ну, плохое кино, да, там не пойдёт. Вот как был Райф Фаенс снял по трагедии Шекспира Кориолан. Ну, он снял кино, да, с музыкой, авторское кино такое, которое надо не просто смотреть, а надо думать, что это за кино, и надо как бы вообще мозг напрячь. Ну, что думаете, мне позвонила куча людей, сказал, ты смотрел? Говорю, да. Я говорю, а мы не смогли, мы ушли, я говорю, а что такое? Да там, понимаешь, там что-то непонятно вообще, они говорят такое. Ничего не понятно, Шекспир. Это всем понятно, а вот им непонятно. Надо мозг включить немножко, не работает. А потому что, и вы, кстати, в этом вас, как профессионала в кино, между прочим, ваше тоже немало и только заслуги есть, в кавычках, потому что вы приучили к этому зрителя. Правильно? Я сейчас, ну, вы понимаете, я не вас лично обвиняю в этом. И я вообще не обвиняю никого, я не сужу. Но просто ведь так оно и есть. Вот можно взять там ту же самую телевизионную аудиторию, но по большому счёту смотреть-то это невозможно. Ну, в целом. Ну, вот сейчас, например, возник такой прецедент. Мы делаем фестивали, вот эти классические музыки, просвещаем народ, пытаемся им показать что-то. И я завожу разговоры с одной из телекомпаний. Мне говорят, а почему у вас нет вот такого медийного лица, там, ну, который везде, да, молодёжь наша, которая всем и всем понятна. Я говорю, понимаете, ну, у нас здесь не бордели. Я говорю, у нас здесь оркестр, у нас серьёзная программа, артисты. Они говорят, да вы что, вы что, просвещением собираетесь заниматься? Я говорю, представьте, да. А, нет, это не наш формат. Вот так, понимаете, вот такие разговоры идут. Поэтому это не формат это сегодня. Ну, так давайте просто чётко разделять тогда, что есть фестивальное кино, которое ждёт определённая публика, которая приходит туда в том числе и на музыку. Есть все фильмы, о которых я там пять минут назад говорил, которые пройдут в кинотеатре и через два месяца... Ну, есть люди, которые читают Толстого, а есть люди, которые читают газеты. Ну, как бы там, даже жёлтую прессу. Я знаю огромное количество людей, которые... Но раньше в советское время, не будем называть, что спектакли транслировали по радио, все прилипали к радиоприёмнику и слушали. И по телевидению тоже, кстати. И по телевидению тоже, кстати. Да, 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 и все смотрели, и никто не жаловался. Да, можно было слесаря спросить, какую-то там постановку смотрел. Он скажет, что Большой театр 56-го года. Вот так, а сейчас вы пойдите спросите вашего коллегу, что он там смотрел. Хорошо, но я знаю огромное количество людей, которые не пропускают ни один показ на Московском международном кинофестивале, да. Но при этом они с большим удовольствием пойдут в торговый центр, в кинозал и посмотрят 5-6 фильмов там в течение недели, которые идут, ну, просто после работы вечером. Да никто не говорит о том, что мы, конечно, мы же смотрим всё, ну, я тоже слушаю всё. Я вот люблю и Бетховена послушать, знаете, там и Лед Зеппелен, вот, там и... Это понятное дело. Но мы говорим сейчас об ответственности художника перед искусством и перед зрителем. Это вообще такая отдельная тема. Нет, это не отдельная тема. Если вы взялись за то, чтобы вы же влияете на ум, понимаете, вы режиссёр, я композитор, Эльвира актриса, да, мы влияем на ум зрителя, на его дальнейшее восприятие, как он жизнь будет свою устроить. И мы ему сейчас вот даём, а вот на тебе вот так, нам ничего не надо, у нас не формат. Ну, как он повыйдет на улицу, скажет, да, Лангарья, но всё огнём пойдёт там на баррикады. Мы же должны как-то всё-таки его поднимать повыше от этих, так сказать, житейских дел. Уважаемые гости, хотелось бы продолжить вот этот разговор, который мы закончили в первой части программы несколько минут назад. Вот ключевые какие-то фразы прозвучали, вернее, не какие-то, а ключевая фраза прозвучала «Ответственность художника перед искусством и ответственность художника перед людьми». Вот с этим туго мы это выяснили. И ещё в первой части программы прозвучала, Сергей, ваша такая мысль, что вот мы с этим сталкиваемся сейчас, а что будет дальше? А давайте пофантазируем при таком раскладе, а что будет дальше, правда? Вот при таком отношении к зрителю... Как ваш коллега на одной из передач сказал, а что компьютер не может музыку писать? Шахматы, что уже играет, играет, писает, не может. Ну, конечно, может писать, но у нас, так сказать, это был период додокофонии, компьютерной математической музыки, которая сейчас продолжается, с таких вот такого паразитизма. Вот, но мелодию... Вы считаете, это паразитизм? То есть его фильм не должен быть... Конечно, компьютерная музыка, ну, я имею в виду, это математическое фон, который сейчас очень модный, в том числе минимализм вот этот в музыке. Ну, это пустая трата нашего душевного здоровья, наших мыслей. Мелодия – это основа любой музыки. Мелодию надо заполучить свыше, понимаете? Ну, вот нет у тебя такого дара. Ну, сейчас есть много разных способов стать композитором, в том числе быть тестем режиссера, вот, и еще там. Но нужно еще все-таки обладать определенными профессиональными навыками, а еще желательно и божественными. А вы говорите минимализм, а Ян Тирсон как же? Ну, я же опять говорю, на сегодняшний момент мы имеем либо раскрученных на сегодняшний момент композиторов, которые сейчас повсеместно используются, потому что это модно, да, вот течение с запада пошло, вот как нам навязывают, я сейчас не хотел бы бросать тень на своих коллег, но, на мой взгляд, музыка вот Филиппа Гласса того же самого, да, ну, музыкой назвать две-три ноты или киномузыкой. Ну, не знаю, мне кажется, кинокомпозитором даже может быть ваш оператор. А звукоператор? Нет, не звукоператор, а оператор, например, там, который... Зайзак, да. Либо оператор крана, вот. Сейчас все... Каждый композитор может стать... Сейчас технические возможности безграничны, но композиция это не просто... У нас сейчас так в сеть зайдешь, каждый второй писатель. Конечно, каждый писатель и художник, сейчас уже можно все делать. Сергей, можно вот... Мне прямо очень хочется узнать твое мнение как профессионал, потому что я частенько веду с людьми такой спор, что уже главенствует музыка, мелодия или ритм, потому что особенно современная музыка, особенно вот около трансовые все эти стили, это только вот ритм, на мой взгляд. Ну, если мы возьмем около трансовые стили, вот опять же, 2000-е годы, да, расцвет и 90-е вот этого направления, там ведь был не только ритм, там была композиция. Вот если послушать эти все сочинения, то ты услышишь полифонию, ты услышишь тему, ты услышишь форму, то есть это не просто были там тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, как сейчас, да. Сейчас, опять же, электронная музыка, она тоже вырождается. Вот так происходит. Музыка, это не может делиться на классическую, там, киномузыку, электромузыку. Нет, музыка это всеобъемлющее. Она просто, она либо музыка, либо не, либо звуки. Шедевры я тоже люблю послушать, и трансы, и хип-хоп, и фанк. Это, там есть безусловные шедевры. Но, опять же, если у автора этой музыки отсутствует понятие композиции, формы, мелодии, то, ну, хоть какие бы эффекты там не нарабатывал, это не будет музыкой. Ну, вот что касается вот той музыки, про которую Эльвира спрашивала, это вот это вот транс и все такое прочее. Понятно, с чем это связано, с какой молодежной подкультурой, не побоюсь этого слова. Но давайте вспомним такую музыку чудесную в 70-х, точнее, годов, как диско. И по большому счету, если брать ритмический рисунок, это тоже тот же самый унц-унц-унц, только в четыре раза медленней. Унц-унц-унц, да. Но, смотрите, вот тоже феномен, на самом деле, группы, ну, такой группы, как, ну, в меньшей степени, да, Земля-Ветерогонь, это все-таки другой континент. Там она популярна до сих пор, ну, у взрослых людей, и они продолжают ее слушать. Или там, скажем, Великобритания, Щекотак до сих пор, и хорошая качественная диско. Или, предположим, та же самая европейская Абба. Смотрите, сколько времени прошло с момента распада коллектива. Ну, об этой мелодии, прежде всего, попробуйте такую сейчас мелодию, попросить кого-нибудь написать. Никто мне напишет такую мелодию. Как это получалось? Раньше люди были, ну, как сказать, ну, я не говорю, что сейчас они другие, но общекультурный уровень был намного выше, потому что и государство этому способствовало. Это задача государства следить за культурным уровнем населения. Это моя глубокая позиция, я в этом просто убежден. Это не просто задача отдельных личностей, руководителей, редакторов, дирижеров. Это задача государства следить за общим культурным уровнем. А может, ему не выгодно его поднимать? А я считаю, что это наоборот, это выгодно. Это выгодно для престижа государства. Понимаете, нашу музыку, наша музыка, и в том числе и киномузыка, это имеет шедевры в своем запасе, за рубежом заслушиваются нашими композициями. Потом, кто самый популярный композитор? Спросите там Туземца Напальми, он скажет вам Чайковский. Ну, Туземец Напальми, скажем, не знает Чайковского. Да я думаю, что он знает Чайковского в любом случае. Туземец Напальми изобразит вам свое что-то и скажет, что гениальное это. Возьмите, так сказать, Рахманинова гениального. Американцы сейчас его считают своим композитором. Да, он там принял гражданство и все такое. Вот он совместил русскую с музыку, русскую песню, с джазом. И в том числе и как-то получалось у него это делать. Прокофьев, который только шедевры делал для кино. Но, опять же, это классические композиторы. Ничего не мешает, и никакие препятствия не мешают быть классическому композитору кинокомпозитором. Опять же, если у тебя нет такого образования, и если ты не можешь, так сказать, построить определенные вещи, ну, назвать тебя кинокомпозитором сложно. Давайте мы сейчас послушаем еще один из отрывков музыкальных, а потом мы будем допытываться у Эльвиры про то, почему она, собственно говоря, решила сама снимать кино. Что мы будем слушать? Мы будем слушать оркестровые миниатюры, часть номер 4, называется «Шутка». Ну, теперь и обещанный. Вопросы к Эльвире. Мы знаем, что вы закончили одну из старейших театральных школ столицы. Это Щепкинское училище, знаменитое высшеучебное заведение. Потом вас приглашали работать в Малый театр. Для меня было удивлением, что вы отказались и пошли работать с Константином Райкиным в Сатирикон. Это вот что за история? Такая в двух словах, если можно. Малый театр, выпускницу сразу приглашают. Ну, просто незадолго до окончания института мне позвал Сергей Соловьёв играть в своей театральной постановке. Но мой мастер, Виктор Иванович Коршунов, он счёл, что я не готова к этому. И запретил мне участие. Ну, я как-то затаила такую какую-то обиду максималистическую, юношескую. И поэтому вот в своё время не пошла в Малый театр, а пошла совсем наоборот в Сатирикон. Театр с совершенно другой энергетикой, вообще с совершенно другим подходом и к материалу. У Константина Аркадьевича свой стиль работы с актёрами. Наверное, там через какое-то время, лет через 20, а может быть и 30, уже после его ухода, наверное, будут написаны книги. Это какая-то особая актёрская школа, я знаю, я слышал про это. Но и в Сатириконе вы недолго проработали, ушли в Театр Моссовета, с которым тоже уже закончили давно отношения. Но вот что вас привело в кинематограф как режиссёра? Вот вы, как актриса, могли бы дальше продолжать. И, наверное, продолжаете сниматься в фильмах, но решили снимать их сами. Почему? Ну, давайте по порядку. В Сатириконе проработала год. Вообще там удивительнейшая была атмосфера, такая энтузиастическая, студенческая. очень на таком, на высоком заряде. Сейчас я понимаю, что это очень ценно для коллектива. И то есть это, наверное, в тот момент мне, конечно, нужно было исполнять главные роли. И я понимала, что для меня там время уходит в песок. Вот не умаляя достоинств, всех достоинств этого коллектива. Удивительный театр. Вот классный, правда. Но я всё время делаю какие-то непрактические решения, принимая в своей жизни. Может быть, там, с точки зрения карьеры. Я всё время иду за каким... Ну, вот за своим сердцем. Не знаю, это, может быть, не очень врачительно там кому-то кажется. Но, тем не менее, когда позвали меня в театр Моссовета на постановку «Униженный оскорблённый», вы понимаете, это же Достоевский, это же мечта любого студента. Меня, ну, моя мечта точно была на тот момент. Студента, кстати, что важно. Потом, мне кажется, многие к этому писателю, вернее, не к писателю, к тому, чтобы играть кого-то из его произведений, остывают. Нет? Ну, потом уже, да, уже трудно пребывать всё время вот в этом надрыве. Но в тот момент, конечно, это была просто манна небесная. Не случилась постановка. Но, тем не менее, я осталась с театрем из Совета ещё на следующие 7 лет. Тоже там прекрасно мне было работать, замечательный коллектив, и играла я. Но тоже в какой-то момент чувствую, что, ну, вот, впускаю какое-то болото и уныние. Слишком уж мне хорошо, мне всё время нужно, чтобы у меня вот была встряска какая-то в жизни. И, в общем-то, даже и кино не было в тот момент, но как-то вот почувствовала, что нужно уходить. Не очень просто далось это решение, но вот выбрала... Идти в кино, снимаюсь с тех пор как-то вот. А снимать? Снимать, бог его знает. Слушайте, так как-то много лет я уже подумывала об этом. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Спросил я однажды, и мне сказали, ну, что вы, актёры, режиссёры, это настолько две разные ипостаси, их нельзя таким образом сравнивать. Хотя режиссёры обычно говорят обратное. Они разные, действительно. И по своему включению, по своей ответственности, в общем-то, режиссёрам, наверное, трудно быть. Труднее, да, потому что в твоём виде не только вот как бы путь твоей роли, но вообще ответственность за весь проект и за всех людей. Мне сейчас действительно трудно все мотивировки свои вот обозначить, почему так, но в какой-то момент я почувствовала, что это вот мои перспективы, и нужно туда двигаться. И в таких случаях я понимаю, что у меня нет вопроса обратного пути, и всё, и остаётся только вот перебирать копытами. Ну, вот я просто слышал такую точку зрения одного из известных актёров, который занимается и одновременно актёрством, и режиссурой. И когда ему задали подобный вопрос, он на него ответил так, что ну вот какие-то вещи я могу сыграть, а где-то я понимаю, что я лучше бы это поставил, и я это ставлю. Хотя действительно, эта профессия, несмотря на то, что они как бы структурно близки, они разные совсем. Ну, как это ещё? Это ещё новый навык какой-то. Наверное, я действительно люблю играть, я всё время вот люблю чему-то учиться. Наверное, посетила ощущение, что я уже освоила свою профессию актёрскую, и не заняться ли мне... То есть вы достигли потолка совершенства. Потолка и совершенства, да. Ну, или вы можете сказать, что ну я наигралась уже, хватит мне, ну я какие-то свои амбиции удовлетворил, теперь мне хочется попробовать всё это с другой стороны. Знаете, Владимир, я совершенно не наигралась, более того, я как-то очень полна сил, энергии и намерения становить какие-то новые связи, отношения, знакомства и поучаствовать в новых проектах. Вот так вот я себе какую-то такую силу чувствую. Зайдём с другой стороны. Почему кино, почему не театральная режиссура? Да вот как-то... Наверное, это из-за всех моих сериалов, в которых я снималась, я всё-таки поднаторела в этом. В театр... На театр не хватает, хотя, конечно, профессия больше там. Актёрская точно, это больше театр, потому что кино — это монтаж всё-таки. Режиссура театральная тоже, она такая прихотливая. Наверное, мне не хватает именно любви к чистому искусству, такого рвения. Мне, наверное, как-то... Вот быстрый достаток такой, он мне тоже важен, потому что... Материал. Материал, да, как-то нужно как-то семью содержать. Мне не хватает вот такого энтузиазма, что пойти вот в эту лабораторию, и год работать над проектом, над спектаклем, и включаться... Мне кажется, театру нужно вот себя всю посвящать без остатка. Я просто к чему спросил, смотрите, ведь многие режиссёры, ушедшие из ныне живущих, они ведь прежде чем... Ну, это мы сейчас про какие-то идеалы опять, наверное, будем говорить. Прежде чем дать команду внимания мотор-камера, они же репетируют именно этюдно, как это делают в театре. Они разбирают сцены, они разбирают покадрово. Не то, что там ты сюда пошёл, значит, ты стоишь здесь, сюда за белой линией заходи, здесь твоя точка, твоя точка там, не забывайте про свет, всё, поехали, сняли. Нет, подробно, очень подробно, прям по крупицам собирают вот этот кадр. И вот здесь как раз, мне кажется, очень сложно актёру вот эту вот... прорепетировать раз, два, а то и пять. И ещё вот эту наполненность сохранить вот этой репетиции и потом отдать это в кадре. Я просто знаю, что многие режиссёры так работают, кинорежиссёры. Ну, вот вы говорите, что театр это более сосредоточено. Ну, смотрите, кинорежиссёры так работают. Работают, конечно. Ну, кстати говоря, вот мне повезло на плохих режиссёров, которых было вот в избытке в моей жизни. И моя неуспокойность, неудовлетворённость, вот она вот, наверное, нашла выражение именно вот в намерении стать режиссёром. Потому что, когда я приставала к разным режиссёрам с вопросами, я их только раздражала, они не могли ответить. И вот мне приходилось придумывать всю роль, всю вот эту вот непрерывность существования, и всё, как бы вот весь диапазон, всю арку персонажа, как это сейчас говорят, всё придумывать самой. Может быть, те режиссёры считали, что это ваша работа, а не их задача? Ну, нет, на самом деле это совместная работа. Я согласен. Вообще, режиссёр должен любить артиста. Если режиссёр не любит актёров, не надо ему этим заниматься. Потому что артисты, они же... Ну, это же дети. Ну, это правда, дети. Часто обиженные, часто с какими-то своими заморочками, тараканами в голове, очень самолюбивые, обидчивые ужасно. И если ты не любишь их... Я думаю, ну, кстати, Сергей, то же самое, наверное, и музыканты, мне кажется, тоже. И вообще любая артистическая личность. Вы сейчас затронули такую тему, которая, ну, отдельная тема для беседы. Ну, бывают хорошие исполнители даже с такими дурными партами. Любви режиссёра или дирижёра к исполнителям. Ну, ни один вам дирижёр или режиссёр не признается. Что, он ненавидит своих музыкантов? Почему сразу ненавидит? Ну, просто зачем с ними работать? Не обязательно, понимаете, признаваться в том, что ты любишь или не любишь. Что значит, любишь или не любишь? Это такие понятия, которые не должны присутствовать в музыке. Ты занимаешься этой профессией, значит, ты её любишь. Если ты не любишь свою профессию, значит, вообще не надо этим заниматься. А взаимоотношения уже человеческие, это уже другой аспект. Точно, можно любить людей, у которых профессиональный подход, у которых есть рвение, старание. Потому что если ты встречаешься с исполнителем, который филонит, ничего уже этого не может быть. Это везде так должно быть. Нет, ну мы сейчас просто касаемо частности. А если он филонит, а если он бездарь, а если он ещё четыре буквы не выговаривает, что-то вообще в эту профессию пошёл. Известный пример артистов, которые перед поступлением в театральные вузы по 22 буквы не выговаривали, прекрасно актёры вышли. И не только актёры, ещё и режиссёрами стали, ещё и писателями. Сейчас не будем называть фамилии, они на слуху. Но не в этом дело. И тема... А ещё и композиторы такие есть, которые не выговаривают. Тем ценнее достижения. Не выигрывают эти ноты. Да. Вот, ну давайте сейчас мы ещё и... Они добились, наоборот, они молодцы. Я говорю как раз именно про тех, которые увиливают, с которыми невозможно работать, потому что они саботируют. Это тоже тема отдельной программы. Лентяй. Я считаю, что лентяй это двигатель и прогресс. Мы к концу программы вышли на несколько тем, о которых можно ещё и поговорить. Алёш, у нас всегда так с тобой. Да, поэтому я думаю, что мы ещё встретимся и об этом тоже поговорим. А сейчас время-то подошло к концу. Мы не прощаемся, мы говорим друг друга до свидания, я надеюсь, всё-таки. До свидания. До новых встреч. Эльвира Болгова, актриса театра и кино, Сергей Желудков, композитор, основатель, дирижёр Первого симфонического оркестра. Спасибо вам большое. Алексей Пичугин. И Владимир Емельянов. Мы желаем вам творческих удач. До новых встреч. Да, Эльвира. Спасибо, что пригласили. И было приятно с вами побеседовать. Спасибо. Взаимно. До свидания. До свидания. До свидания.